Gotham Knights не может достичь высот игр серии Batman Arkham. Вместо этого игра похожа на экшен-РПГ, которая находится в поиске своей собственной идентичности. Хотя игра достаточно приятна в коротких сериях, ей просто не хватает глубины боевой системы, дизайна мира или цикла развития. Представляю тебе мой честный обзор игры Gotham Knights и приветствую тебя на канале Pro Games. Смотря на игру, даже жители Готэм-Сити устали от всего этого. Надоели преступность, коррупция и плащи, которые ездят по улицам города со скоростью пешехода и всегда находятся в пределах слышимости даже от шепота оскорблений. Банды съедят тебя живьем красный капюшон. Это обычный рефрен, который я слышу снова и снова во время игры в Gotham Knights. Такой же неотъемлемый элемент звукового ландшафта города, как вой сирен. Думайте, что хотите о состоянии самосуда в Готэме, но я бы не стал заигрывать с парнем, который вылез из ямы лазаря, сохранив лишь подобие рассудка. И опять же, язвительное замечание – это желанная альтернатива усталым приветствиям Бэтгёрл и Робина или слышимому недоумению по поводу того, кто такой Найтвинг. Много лет проведены в качестве стража Готэма, и всё было напрасно. Gotham Knights приглашает вас во вселенную DC, которая богатая историей, но в конечном итоге лишена текстуры. Она знакомит вас с четырьмя играбельными героями, которым не хватает какого-либо заметного характера. Она втягивает вас в мир, который велик по масштабу, но слишком поверхностен, чтобы его стоило исследовать. И она часто толкает вас в сценарии, где степень вашего взаимодействия сводится к лёгкой или тяжёлой атаке, повторение становится ритмичным. Готэм Найтс не знает, чем она хочет быть. И это проблема, которую не преодолеть никакими героическими усилиями. Бэтмен всегда отбрасывал длинную тень на Готэм в DCU, но никогда не было ничего подобного. Готэм Найтс открывается со смерти Брюса Уэйна. Это впечатляющая сценировка, которая позволяет устоявшейся галереи негодяев наводнить улицы и оставляет четырёх ближайших учеников Бэтмена в качестве последней линии обороны. Днём Барбара Гордон, Дик Грейсон, Джейсон Тодд и Тим Дрейк проводят время в колокольне, импровизированной оперативной базе. Здесь они могут досаждать скорбящему Альфреду, ставить высокие баллы на полнофункциональном шкафу Спайхантер, получать электронные письма от членов Тин Тайтанс и The Justice League, а также поддерживать темы сообщений, чтобы группа могла свободно обсуждать тонкости подкастинга. Ночью Бэтгёрл, Найтвинг, Красный Капюшон и Робин патрулируют безжизненный Готэм-Сити. Это обширное пространство с широкими улицами, мало пешеходов, которых можно встретить, и ещё меньше заданий, которые нужно выполнить. Большую часть этого пространства вы увидите из Бэт-цикла, который медленно движется вперёд с нестабильной частотой кадров и жёстко перемещается по уличной обстановке, не имеющей системы обнаружения столкновений. Медленно поднимитесь на крышу, и вы увидите неоновые огни, пронзающий густой туман, скрывающий горизонт, и треугольные значки, указывающие на то, что одна из трёх основных группировок совершает одно из 13 видов преступлений поблизости. Вы встретитесь с Мистером Фризом и Клейфейсом, Харли Квинн и Судом Соф. В действительно ужасно однообразных битвах с боссами на протяжении всех ваших приключений в Готэм Найтс. Но подавляющее большинство времени вы проведёте, сражаясь с панками, гиками и спортсменами, архетипичными персонажами Джона Хьюза, ставшими настоящим бедствием Готэма. Со временем в игру вступают и другие преступные группировки, но это не решает основную проблему, которая ощущается на протяжении всей игры Готэм Найтс. Гражданские лица и уличные банды никогда не беспокоятся о вашем присутствии, в то время как полицейский департамент Готэм Сити и самый известный суперзлодей DC прекрасно осведомлены о ваших возможностях и истории города. Это и странно, и противоречит сюжету. Четыре опытных героя сражаются с измученными злодеями и событиями из их прошлого. От вас ожидают знаний о четырёх главных героях и их взаимоотношениях с любыми названными NPC. Хотя Готэм Найтс не полностью соответствует канону основной вселенной DC, она достаточно близка к нему, чтобы любители комиксов могли заполнить некоторые существенные пробелы. Остальным же следует пристегнуть ремни и приготовиться к нервной, потенциально запутанной поездке. Из-за этого трудно по-настоящему вложиться в параллельные повествовательные дуги персонажей, которые их населяют, и судьбы всех, с кем вы соприкасаетесь. В Готэм Найтс, безусловно, есть свои моменты, хотя её повествованию не хватает утончённости. Говоря о Бэтмене и отбрасывании длинных теней, наверное пришло время поговорить об играх серии Аркхем. Готэм Найтс не является частью Аркхем Верс, но это не мешает ей на протяжении всего времени действия сталкиваться с родственными сравнениями. И дело не в том, что последней игрой Warner Bros. Games Montreal была Batman Arkham Origins, и даже не в том, что это ещё одна игра, изданная компанией и действия которой происходят в Готэме. Скорее дело в том, что Batman Arkham Найтс установила высокую планку для экшн-приключений на основе рукопашного боя в 2015 году, неустанно работая над тем, чтобы показать, что вы величайший в мире детектив. Всё, что делал Аркхем Найт, было направлено на поддержание этой центральной фантазии. Это было мощно. Но помните ли вы знаменитую сюжетную линию, в которой Бэтгёрл убил уличный бандит с палитрой, потому что у него был 20-й уровень силы, а Барбара по ошибке вступила в бой с Тонфой 10-го уровня? Нет, я тоже, потому что это был бы паршивый конец для персонажа, который успешно реабилитировался после того, как Джокер перерезал ей спинной мозг. Возможно, я излишне придираюсь, но я не могу переоценить, насколько неуместны в Готэм Найтс системы кастомизации создания персонажей. Они подрывают фантазию о том, как вступить в бой с опытным героем в устоявшемся мире. В Marvel's Avengers была похожая проблема, и Готэм Найтс бездумно повторяет многие из тех же ошибок в отношении развития персонажа и прогрессирования. Готэм Найтс постоянно вознаграждает вас ресурсами для создания предметов за хорошо выполненную работу, но как только вы определитесь с любимым из четырёх персонажей, вам лучше всего вслепую вливать материалы в любой костюм или фирменное оружие с более высоким доступным уровнем мощности. Несмотря на возможность дополнить созданное снаряжение с помощью небольших модификаций, а также разблокированных пассивных и активных способностей, персонализация совершенно не нужна и не приносит удовлетворения. Тем более, что навигация по меню и учёт ограниченного пространства инвентаря превращается в рутину. Главная проблема заключается в том, что между четырьмя героями очень мало заметных различий. Базовые приёмы не столько развиваются, сколько становятся всё менее минималистичными. Герои сражаются и управляются практически одинаково, а небольшие различия в ловкости и наборе оружия не оказывают существенного влияния на темп игры. Есть простая последовательность атак, которая строится в повторяющейся комбо, уклонение, которое может удваиваться как контрприём, и небольшой набор разблокируемых способностей, привязанных к счётчику импульса, которые как забываются, так и скрываются под беспорядочным пользовательским интерфейсом. Не то чтобы Готэм Найтс плохо справляется с боем. Наоборот, он хорошо анимирован и отлично работает в коротких сериях. Но вы почувствуете ограничение системы уже через несколько часов игры, и со временем она едва ли будет соответствовать даже этим скромным границам. У Готэм Найтс нет определяющей характеристики, которая помогла бы ей выделиться среди игр в жанре экшен с персонажами, которые были до неё. Ей не хватает энергичности Marvel's Spider-Man, приятной простоты контрбоевых действий, которые были движущей силой Middle-Earth Shadow of War, синхронного ритма и плавности, которые сделали серию Batman Arkham легендарной. Вместо этого вам придётся сражаться с врагами по одному, пока за экраном выстраиваются очереди, скрытые за камерой, которая слишком плотно прижимается к выбранному вами герою и с трудом отслеживает движение, чтобы дождаться своей очереди быть вбитым кнопкой в реанимационное отделение главной больницы Готэма. Невозможность по-настоящему управлять толпой, даже если вы вложите деньги в что-то вроде приманки Робина или ударного дрона Бэтгёрл. Не только не соответствует персонажам, которых мы знаем по существующим историям, но и особенно странно для игры, которая с удовольствием вовлекает большие группы врагов, клаустрофобные коридоры и чётко очерченные боевые арены. Я никогда не чувствовал, что у меня есть возможность полностью контролировать пространство или командовать ситуацией. Я жаждал возможности более игриво разрывать мобов и лучше использовать окружение. В основе дизайна Готэм Найтс лежит напряжение. Оно ощущается с момента завершения первой сюжетной миссии и до того момента, когда вы в десятый раз сдаёте повторяющийся квест пингвину, получая взамен какие-то неопознаваемые ресурсы для крафтинга. Повышение уровня, установленное скриптом перед более интересными миссиями, заставляет вас патрулировать открытый мир в поисках очков. Но так мало дел и достопримечательностей за пределами основного дела и его вспомогательных историй, что я редко чувствовал желание провести время в таком искусственном, нечасто красивом отображении Готэма, к чёрту испытания на время и охоту за бета-рангами. В Готэм Найтс есть интересная игра, но она спрятана за неаккуратным пользовательским интерфейсом, ненужными системами крафтинга и кастомизации, а также боевой механикой, которая была растянута на бумагу, чтобы вместить четырёх героев. Я верю, что Warner Bros. Games Montreal способна на величие, но это не та игра, которую Готэм заслужил после смерти Брюса Уэйна, и не та, которая нужна ему сейчас, после того, как Rocksteady вернулась в Метрополис для отряда самоубийц убить Лигу Справедливости. Из плюсов. Приятно видеть так много узнаваемых героев и злодеев. Готэм-сити редко бывает красивым. Из минусов. Крафтинг, кастомизация и уровни выглядят недостаточно продуманными. Готэм-сити – это пустой, открытый мир. Боевым действиям не хватает глубины и масштабности. А на этом всё. За кадром для тебя озвучивал Романыч. Не забудь поставить игровой лайк, подписаться на канал и ударить в колокол. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова